Привет, это я, Антон Каченко, и это уже четвертый выпуск рубрики «Работа над ошибками». Во-первых, сразу хочу сказать, что не расстраивайтесь, если ваша фотография не попала в обзор. Теперь у нас на сайте появилась рубрика «Блоги», которую мы очень ждали и хотели ее максимально быстро реализовать. То есть, если вдруг у вас фотография не попала в мой обзор, вы можете спокойно выложить ее в блогах и спросить, ребята, товарищи, коллеги, фотографы, друзья, помогите, что не так. И, возможно, коллективным разумом, и даже я буду туда захотите читать, мы сможем найти ваши ошибки и помочь вам их исправить. Ну, блоги вообще классная тема для того, чтобы сделать коммуникацию между читателями нашего сайта, ну, как можно выше. Ну и плюс, не забывайте о том, что лучший блог в конце месяца будет награжден ценным подарком, который будет, конечно же, на околофото или видеотематику. Ну, а сейчас перейдем к нескольким лучшим фотографиям из числа тех, которые вы прислали мне, и я их отобрал для сегодняшнего обзора. Серж Кассин прислал нам вот такой вот монохромный портрет, мужской портрет. Он во всем мужской, выполненный в низком ключе, скорее всего, с использованием одного источника света. В целом, если так вот быстренько бегал бросить на эту фотографию, то все очень даже неплохо, все так, как должно быть. У нас хороший переход светотени на лбу, вот вы можете здесь заметить, очень мягкий переход. В принципе, это достигается просто грамотным выставлением источника света. Мне нравится, что автор, скажем так, подумал, посмотрел на то, как падают тени, и сделал достаточно правильное решение по выставлению света. И поэтому фотография становится неплохо. Единственное, что возможно, нужно было использовать какое-нибудь дополнительное освещение, например, отражатель или источник заполняющего света, чтобы немножечко выровнять уровень яркости на лбу и руке, и на второй руке, которая уже ниже, и куда свет не так сильно добивает. И это выглядит немножечко странновато. Да, этот момент можно было поправить в каком-нибудь RAW-конвертере с помощью градиентного фильтра или просто настраиваемой кисти. Но этого не было сделано. Поэтому я бы в следующий раз автору рекомендовал бы больше обращать внимание на равномерность освещения вашей фотографии. Дальше. Мне не очень нравится то, как видно второе ухо. Вернее, его почти не видно. Это, конечно, выглядит достаточно смешно, если придираться, то есть, как мы сейчас делаем, разбираем фотографию по деталям. Если быстро оценивать фотографию, то этого можно, ну, это можно и не заметить. Но на самом деле это упущение автора. Второй момент, который, кстати, заметил Олег Кучеренко, потому что я не сильно этому уделял внимание, это то, что часы не играют. То есть, они вроде как есть на руке, но вы ничего не видите. А это, возможно, усилило немножечко харизму этой фотографии. То есть, какой-нибудь стиль, либо статус подчеркнуть можно было тем, что вы грамотно используете бличок от циферблата ваших часов, либо аксессуаров, если речь идет, например, о женском портрете. Очень важно, когда ваше ювелирное украшение хорошо подсвечено. То есть, это достаточно важный момент. То есть, техническая часть фотографии – это ок, а работа со стилем и работа с моделью – это то, что чаще всего начинающие фотографы забывают. И потом не могут понять, а где же вот эта вот проблема, которая отличает меня от суперпрутых фотографов. А вот она. То есть, вы не уделяете внимания деталям. Вы думаете, что классный выставленный свет – это уже сделает вам шедевр. Нет. Чаще всего хорошая доработка идеи и грамотная работа с цветом и стилем сделают как раз то, что потом получается очень рекламно, как принято это говорить, у хороших дорогих фотографов. Ну и то, к чему стремятся начинающие. С точки зрения технического выставления света, есть еще один ксяк, который лично мне не нравится. Молодой человек здесь как будто бы вшит фон. То есть, нет ничего, что его отделяет. Я бы использовал либо первый вариант – подсветку фона, каким-нибудь точечным источником света и такое мягкое пятно света, ну, прям на стенку там посветил. Либо использовал бы какой-нибудь контровой источник света, например, с надетым на него стритбоксом, либо рефлектором с сотами, чтобы прорисовать вот очертания, допустим, со стороны противоположной рисующему свету. Это сделало бы вашу фотографию объемнее и, конечно, технически в первую очередь интереснее, во-вторых, более грамотнее, ну, более правильно. А в целом фотография оставляет хорошее впечатление, потому что неплохая эмоция, и он выглядит по-мужски. Проблема еще, наверное, с рукой, которая скрещена здесь вот, и очень неудачно как-то лежит, потому что один палец вытянул. То есть, возможно, что вы с моделью не договорились до какого-то финальной идеи, вот, и поэтому получилось как-то. То есть, больше половины фотографии хорошо, рукам нужно уделить внимание и доработать его по свету. Ну, а следующий рыбный шедевр прислал нам Андрей Климюн. Почему я выбрал эту фотографию? Потому что она необычная. На самом деле, выбор классного ракурса с тем, чтобы усилить эффект от идеи или от случая, это очень важно. И хорошие фотографы в свое портфолио как раз выкладывают такие фотографии. И эту фотографию я отношу к более хорошим. Придираться тут технически, в принципе, не к чему. У нас есть классный передний план в расфокусе, который потом переходит в сюжетно-интересный элемент, который уже резкий. И мы хорошо, как бы, видим, что сейчас вот оно, да, ясь, как было в популярном видеоролике в интернете. Здоровенный ясь! Ясь! Что тут круто? То, что вот эта линия, которую создает изогнутая удочка, она приводит нас потом к смысловому центру фотографии. Это уже, как бы, сам по себе интересный момент, как бы, когда мы работаем с разными планами. Есть передний план, средний, задний план. И второй момент, то, что тут, ну, фотограф не налажал, он грамотно скадрировал и разместил все элементы в кадре. То есть, рыба у нас не обрезана, у нас есть запас сверху, слева, и, ну, нормально, как бы, скадрирована удочка на переднем плане. Поэтому я скажу, что в этой фотографии мне больше все нравится, чем что-то не нравится. И придираться здесь можно только, если сильно хотеть насолить автору. А мне эта фотография искренне вызывает радость за улов. И вот такой зимний портрет от Сергея Лагунова. Значит, сразу, что я хочу сказать. Это достаточно распространенная ошибка среди начинающих фотографов. То, что вы не заполняете кадр объектом своего интереса. То есть, такая композиция, она может быть оправдана, если у вас есть вещь, которая каким-то образом компенсирует то, что вы оставляете много пустого пространства. Значит, смотрите, то есть, что здесь и здесь, ну, и, в принципе, вот здесь абсолютно бессмысленное место, которое не несет никакого интереса для зрителя. Поэтому вам в этой фотографии важно подчеркнуть, что модель. В этом случае это девушка, которая, в принципе, одета очень выгодно, контрастно с задним планом. То есть, вы можете, ну, это один из способов выделения вашего объекта интереса. Если это у нас модель, она должна быть контрастна с фоном. Если она где-то светлая, фон лучше выбрать темный. Также можно там по теплоте оттенков, если у вас оттенок переднего плана более теплый, задний план должен быть более холодный. Так вот, то есть, в одежде, в принципе, все хорошо. Но сзади вы ничем не усиливаете вашу композицию. Наоборот, не очень удачным расположением модели, вы не то, что не очень удачны. То есть, сейчас можно со мной спорить. Вроде как, объект расположен по золотому сечению. Но все равно остальное место, оно не заполнено, ну, нету каких-то усиливающих вещей. Я бы фотографировал в данном случае, используя центральную композицию. Я бы ставил как-то модель по центру, чтобы аллея, которая вот здесь вот у нас есть, да, как-то заходила за модель. Потому что вроде как тут есть какая-то идея с перспективой, но все на слишком-слишком светлый задний план, и не очень это хорошо видно. Чтобы улучшить композицию в этом кадре, я бы скадрил этот снимок немножечко по-другому. Хотя бы вот так. Ну, а для более хорошего примера я приведу следующую фотографию Евгения Гаврика, которая скадрирована, как мне кажется, уже значительно лучше. Посмотрите, что здесь кадр достаточно плотнее. У нас модель выделена за счет того, что глаза не разбегаются по всему кадру и не пытаются найти там что-то интересное. То есть у нас здесь все четко и ясно. Вот у нас модель, вот у нас деревья, вот у нас листочки, вот у нас какой-то передний план. То есть вот это уже достаточно хорошее кадрирование, хотя тоже есть к нему претензии. Но, что я хочу здесь выделить? Что, во-первых, выбран правильный объектив, хорошее фокусное расстояние. У нас классное размытие заднего плана. Это всегда делает фотографию красивой. То есть знаете, когда девочки любят, чтобы была бакешечка, как у подружечки, чтобы все было очень, скажем так, мягенько на переднем плане, для этого нужно использовать объективы с фокусным расстоянием от 85, 100, 135, желательно светосильные, там от 1,2 до 2 где-то диафрагма должна у вас быть. И тогда вы получите вот такое вот размытие. Ну, в принципе, на любой объектив, здесь, ой, на любую камеру. То есть тут важен объектив. Эта фотография в первую очередь сильна за счет классного отделения модели от заднего плана. Это очень распространенный композиционный прием, которым пользуются профессиональные фотографии. Единственное, что я бы тут еще сказал, портреты, люди, они вообще вертикальные, они горизонтальные. Поэтому иногда для более выразительного портрета стоит пробовать вертикальную ориентацию вашего фотоаппарата. Поэтому не ленитесь, когда вы делаете фотографию, сделать пару кадров горизонтально и пару кадров вертикально. Потом выберите лучшее. Потому что здесь волосы, как по мне, это очень важный элемент в портрете девушки. И, возможно, если бы они были все до конца, было бы намного интереснее. А вот эти все листики, они немножечко здесь второстепенны. Такой у нас портретный выпуск получается, работа над ошибками. Последняя фотография на сегодня от Царева Максима. Сразу хочу отметить, что эта фотография, конечно, отличается от всех предыдущих фотографий. Из-за того, что у нас здесь есть очень прикольный прием, который редко используют портретные фотографии. Потому что не всегда есть, как бы, надлежащие возможности для этого. Это съемочка на достаточно длинной выдержке, либо за счет того, что в кадре что-то двигается. И вот эта фотография, которая, в принципе, статика, она кажется более динамичной за счет того, что на заднем плане у нас уезжает вагон метро. Очень часто обычные статические фотографии, очень круто можно, скажем, их впечатление на зрителя можно усилить с помощью того, что человек стоит, а некоторые люди размыты вокруг него. Это сразу, как бы, вы очень хорошо видите визуализацию времени на вашем снимке. Это очень хороший такой вот эффект. И он достаточно тяжелый в реализации, потому что это нужно, не знаю, сказать, модели, нужно постоять, внимательно посмотреть. Плюс здесь еще впечатление усиливает центральная композиция. В данном кадре она достаточно оправдана, потому что еще и окно проезжающего поезда тоже оказалось ровно сзади модели. И это хорошо. Что мне здесь не нравится, снова же, это какая-то просто проблема всех начинающих фотографов. Вы режете людей по частям тела, неправильно режете. То есть здесь обрезанные локти, это реально беда, беда для этой фотографии. Если бы фотограф немножечко присел, вот немножечко у нас теряется вагон, а зато появляются локти, все, это была бы реально классная фотография. А сейчас, скажем так, ну, реально это проблема в этом снимке. Дальше. Мне нравится здесь эмоция и то, как девушка выглядит по стилю. То есть часы, кольца, браслетик, светлые волосы, потом обработка в такое цветовое решение, в более тепленькое. Это все хорошо. То есть это все делает фотографию достаточно целостной по деталям. А это то, о чем я говорил в самом начале. Что если ваши детали будут как бы хорошо подобраны, то тогда даже некоторые огрехи в работе фотографа можно простить. Вернее, зритель их простит вам, потому что я не прощу. А зритель простит, потому что сюжетно фотография будет интересная. И тогда вы можете не смотреть на какие-то технические детали. В целом, задумка хорошая, реализация на уровне, но нужно все-таки допиливать некоторые недостатки. Друзья, напоследок, хочу попросить вас присылать фотографии в разных жанрах, потому что слишком много в последнее время у меня портретов. Хочется все-таки обсуждать и пейзажи, аждеры, панорамы, мультиэкспозиции. То есть не стесняйтесь, если вы считаете, что эта фотография не достойна обсуждения, то наоборот, высылайте ее сразу мне, потому что как раз фотографии, которые у вас вызывают определенные сомнения, они как раз для обсуждения максимально интересны. Напоминаю, что работу нужно присылать на email atsobachkakadr.com, ну и ждите, что ваша фотография будет в следующем обзоре.